Добрый день! Вас приветствует мастерская Джет. В преддверии нового года покупка елочных игрушек становится все актуальней. А мы решили снять мастер-класс для того, чтобы показать вам, как можно решить эту проблему своими силами. Сегодня мы решили сделать необычную елочную игрушку, деревянную, на токарном станке. С нами сегодня будет работать токарный станок GVL 1221VS. Игрушка довольно сложна в изготовлении, многоэтапна, но результат окупится слегкой. При изготовлении игрушки мы применим некоторые приемы и технологии, которые могут быть вам полезны и в дальнейшем. Мы берем калиброванные брусочки, буквы, сечением 25 на 25 мм и склеиваем их через бумагу. Это позволит нам в дальнейшем по бумаге разъединить деталь. Это нам потребуется. Мы сейчас отрасывали брусочек до 150 мм. Это у нас будет длина игрушки. Мы закрепляем в заготовку токарный станок при помощи переднего поводкового и заднего вращающегося центра. Хочу обратить ваше внимание на то, что вот видите, зубчики поводкового патрона, их 4 штучки, расположены в туловище каждого брусочка. То есть склей у нас достаточно слабый через бумагу и может разойтись. Так вот, чтобы застраховать себя, мы как бы заготовку еще поджимаем и зубчиками. И задний центр нам помогает удерживать заготовку при помощи вот этого вот ободочка. То есть он врезается в древесину и удерживает то же самое. И давайте циркулем наметим выборку сферы, которую мы будем делать на заготовочке. Ну, где-то вот так вот. Сферу мы будем делать при помощи шпинделюридного резца полукруглого. Подачу большую делать не нужно, чтобы не делать сколы. Маленькая хитрость. Для того, чтобы лучше отсматривать и дозированно подавать резец, смотреть нужно, взгляд должен быть устремлен не в зону резанья, где находится резец, а как раз на противоположную сторону, на верхнюю точку заготовки. Это гораздо виднее и эффективнее. Обратите внимание, что при работе резца работают обе руки. То есть угол врезания в дерево у меня как бы постоянно один. И в этом мне помогает как бы движение левой рукой. Правой рукой я контролирую точку входа, реза в заготовку. А левой рукой и поворотом вокруг оси поддерживаю радиус. Вернее, угол резанья на получающейся сфере. Так, ну вот размер у нас бруска 52 миллиметров, размер шейки 26. Делим пополам 13, толщина стенок у нас сейчас будет 13 миллиметров. Это достаточно много, можно еще снять. Еще одна маленькая хитрость. При шлифовании большими оборотами не увлекайтесь. Поскольку на больших оборотах быстрее запекается пыль на наждачке, и процесс, в общем-то, идет с меньшей эффективностью. Вот, по бумажке разъединили. Ну, поскольку шейка у нас там совсем тонкая, то лучше перестраховаться и разъединять ее с двух сторон. Иначе можно повредить заготовку. Так, есть, заготовку разъединили. Прошло 40 минут, клей встал. Вынимаем заготовочку. Все вроде ровненько у нас здесь, как надо. Так, ну что ж, можем продолжать движение. Так, ну ставим заготовку с соблюдением наших условий. Станочек. Поджимаем. Можно приступать к работе. Субтитры подогнал «Симон» Так, ну вот уже у нас контуры прорисовались. Сейчас мы еще чутка подчистим, да, драмулечкой. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну и давайте покроем ее сейчас стиковым маслом, чтобы она понаряднее смотрелась на елке. Основное тело игрушки у нас готово. Сейчас мы в эту клепочку что-нибудь поселим. А внутри игрушки мы поселим елку, а не простую, а красную, сделанную из кутука. Ну вот первая примерка нашей елочки. Она пока еще не закреплена, но вот будет так. А приклеим мы ее обычным термопистолетом, термоклеем. Нагрелся пистолет у нас, давайте клеить. Елочка приклеена, сейчас клей встанет. Осталось только вкрутить ушко для крепления ленты. И наша игрушка готова. Ну вот мы и сделали нашу новогоднюю игрушку. Как видите, все не так уже и сложно. А если проявить фантазию и подключить друзей, то результат будет интересней, а процесс увлекательней. Так что с наступающим вас Новым годом и до новых встреч. Новым годом и до новых встреч.